Почему желтеют и сохнут кончики комнатных растений? Основные причины и методы решения. Любые нарушения или просто неправильный уход сказываются на здоровье и внешнем виде комнатных растений. Кончики листьев ваших зеленых питомцев могут желтеть и сохнуть по разным причинам. Рассмотрим некоторые из них. Недостаток или избыток влаги. Чаще всего кончики листочков подсыхают просто потому, что растение не получает влаги. Они желтеют, подсыхают, могут даже отваливаться. А нужно всего лишь отрегулировать полив. Проблема может скрываться в тяжелом слежавшемся грунте, который не пропускает воду к корням. После полива увлажняется только несколько сантиметров верхнего слоя, что конечно не впитает растение. Желательно проверять пальцем глубину проникновения воды и не забывать пересаживать свои растения. Желтеть и подсыхать краешки листьев могут из-за сухости воздуха. Решить проблему помогут опрыскивание или просто открытый сосуд с чистой водой рядом. Однако желтеть листья могут и от переизбытка влаги. Большинство растений предпочитает нормальное количество воды. Ее избыток может привести к загниванию корней или просто вытеснение воздуха, а это плохо сказывается на здоровье всего растения. Листья просто первыми сообщают об этом. Если такое произошло, нужно безотлагательно заняться пересадкой, заодно внимательно осмотреть корни, оценить причиненный вред и принять меры. Сквозняки. Сквозняков, потоков воздуха от кондиционера или вентилятора боится абсолютное большинство растений. Это та неприятность, которая может свести на нет все хлопоты о заботе о цветке. Самое благополучное. Ухоженное растение, попав на сквозняк от часто открывающейся двери, пойдет желтыми пятнами на листьях. Нужно срочно найти ему место, куда не достает поток воздуха, иначе цветок зачахнет. Неправильное освещение. Разные виды растений испытывают потребность в разном количестве и интенсивности света. Важно обеспечить цветам столько света, сколько им требуется. Это также частая причина пожелтения листьев. Особенно ощущается его недостаток поздней осенью и зимой. Чтобы спасти растения, приходится прибегать к досвечиванию лампами дневного света. Летом также может не цвета, если цветы расположены далеко от окон или на подоконниках с северной стороны. Помочь в данном случае может перестановка горшка или организация искусственного подсвечивания. Бывает, что растения страдают от избыточного освещения, точнее от агрессивного. Прямые солнечные лучи летом могут оставить очень болезненные ожоги на листьях, стеблях и ветвях. Чтобы такого не случилось, летом нужно размещать растения приблизительно на метр от окна или притенять тонкой тканью, бумагой. Недостаток минерала. Кончики листьев комнатных растений могут пожелтеть, если грунт содержит слишком много кальция. Подкармливать растения нужно, но очень важен баланс полезных веществ. Если грунт богат кальцием, а в составе удобрения он тоже есть, то кончики листочков начнут желтеть, потом все листья приобретут буровато-желтую окраску. Тот же эффект произойдет, когда поливают цветы слишком жесткой водой. Когда на старых листьях между прожилками и по краешкам разливается желтизна, скорее всего это свидетельство недостатка молибдена. Дальше листья и лепестки будут скручиваться. Недостаток марганца отражается на молодых листьях. Пространство между прожилками приобретает желтоватый, а потом сероватый цвет. А вот азотное голодание сказывается сразу на всей листве. Она желтеет и паникает. Так неправильный уход, а точнее недостаточное внимание к подкормкам сказывается на листьях. Болезни и вредители. Растения нужно часто осматривать, особенно если появились пятна, полосочки, пожелтение или другие видимые изменения на листьях. Причиной могут быть вредители или болезни. Самыми распространенными вредителями комнатных растений являются клещи, тля, трипсы, личинки белокрылок. Паутинный клещик любит сухой воздух. Если не обнаружить его сразу, он оплетет растения паутиной и будет пить его соки. Все сосущие сок паразиты, как правило, небольшого размера. Они располагаются с нижней стороны листа или облепливают верхушки побегов. Они не только ослабляют растения, но и переносят заболевания. Первой подсказкой заражения паразитами бывает именно пожелтение листьев. Иногда пожелтение листьев свидетельствует о заражении грибковыми или вирусными заболеваниями. Необходимо как можно быстрее определить причину, только после этого можно приступать к лечению и пресечению распространения заболеваний. Как лечить? Как лечить заболевшее растение зависит только от основной причины пожелтения листьев. Если причина кроется в нарушениях режима освещенности или жизнь растению портит сквозняк, то проще всего найти более подходящее место и проблема будет решена. Труднее разобраться с нарушением баланса минеральных элементов, заражением вредителями или заболеваниями. Внимательный осмотр, исключение всех возможных вариантов помогут установить нужную причину. Если виновата излишняя сухость, можно пересмотреть режим полива, отрегулировать уровень влажности воздуха. При излишней влажности почвы или неподходящем уровне кислотности нужно как можно скорее пересадить растение в новую почву. Обязательно обследовать состояние корней. Подпорченные корни обязательно обрезают, обрабатывают некрепким раствором марганцовки, места срезов присыпают толченым углем. После посадки в новый грунт не нужно спешить с поливом. Новый грунт желательно купить в специализированном магазине. Подобранная смесь для определенных растений содержит достаточное количество полезных веществ на первые несколько месяцев. Вводить первые подкормки нужно в меньшей концентрации, чем укажено инструкцией. Растение через некоторое время покажет, достаточно ему этого количества или нет. Такой осторожный подход поможет сохранить баланс минеральных веществ. Если растение заражено паразитами, сначала его изолируют от других, потом уничтожают вредителей, а потом уже занимаются оздоровлением и восстановлением сил растения. Приблизительно таким же образом поступают и в случае заболеваний. Нельзя забывать, что листья могут желтеть и опадать просто от старости. Как правило, нижние листочки или те, что уступают место на стебле новому побегу, на совершенно здоровом растении бледнеют, теряют зеленую краску и опадают. Это нормальный закономерный процесс, которого не нужно пугаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.